В прошлый раз мы выяснили, как Солнце вращается вокруг Земли. Мы взглянем вокруг Солнца. Но, да, и мы, что мы выяснили из того, что нам сейчас понадобится. Мы выяснили, что вот есть солнышко, да, вокруг него есть вот такая вот орбита, и по ней бегает Земля, вот у меня такая есть ось, она еще вот так крутится, Земля вокруг своей оси, и вот так вокруг солнышка, она летает. Но есть еще такой прекрасный объект, который дружит с Землей, называется Луна. Луна, как известно, она тоже крутится вокруг Земли каким-то вот образом, вот по иной орбите, вот тут еще такая луна. И, ну, я вот специально не буду рисовать никакую ось у Луны. Как вы думаете, почему? Потому что она всегда обращается на земляных сторон. Да, вот, как-то вот так получается, за этим есть определенная физика, хотя я и до конца не понимаю, сразу скажу. Что, если, скажем, ну вот, вокруг чего-то вот большого крутится нечто маленькое, например, Луна вокруг Земли, или, как называется первая планета Солнца? Меркурий. Меркурий, да, или Меркурий вокруг Солнца. Почему-то вот они всегда, значит, со временем, там вот их вращение, собственно, задормаживается, и этот вот, этот планет, как и спутник, оказывается так, что смотрит всегда одной стороной на Солнце в случае Меркурия или в Луну в случае Земли. Вот, поэтому... Я понимаю, у них смещен цивер-тярости. Вот, скоро нет. У кого? У кого смещены? Ну, не то, что было все. У мы смещены. Нет, это пуля смещена цивер-тярости. Где-то перепутали. Гор? Это пуля, если смещена, то она будет гулять по телу, вот так вот. Это, кстати, в руку. Это больно, это... А в этом лучше не больно. Видите, это такая довольно сложная конструкция. Не просто одна Земля крутится вокруг Солнца, да еще и вращается вокруг своей оси, а еще и Луна какая-то есть, которая крутится вокруг Земли. Вот то, что называют двупараметрическая задача, то есть один параметр. Вот. Это угол, который образует, значит, если мы смотрим, Солнце на Землю, да, оно так вращается, вращается, можем смотреть, что, значит, полный оборот вокруг Солнца осуществляется ровно за год нашим, да, то Земля вокруг Солнца оборачивается ровно за год, то есть 365 дней, да, и получается, что мы знаем, например, ну там, угловую скорость Земли вокруг... Земли движущейся вокруг Солнца. Какая, получается, скорость угловая, если понятно, о чем речь? Что-то, в общем, угловая скорость, как это? У нас есть два числа, одно – это 365 дней в году, да, а другое число – это 360 градусов, они довольно близки. То есть получается за сутки примерно на сколько градусов положение земли на Солнце? Да, 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 ну примерно в один градус, да, получается, ну там, точно, конечно, можно посчитать, вот. То есть вот это вот то, ну, первое приближение к описанию того, как вот все здесь крутится, это описание того, как Земля двигается по своей орбите вокруг Солнца, вот. А есть еще один параметр, да, это как Луна двигается вокруг нашей Земли, тут тоже вот уголочки возникают, да, тоже можно говорить об угловой скорости. А какая у нас получается угловая скорость Луны? За какое время она делает полный оборот у Земли примерно? Месяц, ну там, четыре недели, да, 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 вот. Вот, то есть получается скорость Луны за сутки. 360 на 28, вот 40 градусов она и будет. Заметать за сутки. Есть некоторые вещи, которые можно, вот, которые, вот, глядя на эту картинку, они совершенно неочевидны, но которые можно, ну, на эти вопросы можно легко дать ответ, если внимательно посмотреть на небо и посмотреть за тем, как там Луна двигается по небу. или там Солнце двигается. Итак, первый вопрос, вот смотрите, пока что давайте забудем про Луну, вот просто вот Земля. Значит, она двигается после орбиты и при этом вращается вокруг оси, да? Вопрос там, в какую сторону она вращается? Вот, давайте сейчас пока забудем про то, что ось наклонена, да, к плоскости орбиты на, сколько там, выясняем, 23,5, например, да? То есть, если мы возьмем вот такую вот прямую, которая перпендикулярна плоскости орбиты, то угол между осью Земли и этой прямой будет вот там 23,5 градуса. Забудем про это. Сейчас уже нам это будет не очень важно. Вот у нас, ничего, давайте рассмотрим более модельную задачу, более простую. Пусть вращение Земли происходит вокруг оси, которая просто перпендикулярна плоскости орбиты. Вот такая более простая задача. Может быть два вращения. Вот так вот вращение, да? Почечка или против. А, да. Почечка или против. Ну, давайте договоримся, что поскольку мы живем в северном полушаре, да, и мы если вверх смотрим, то, по идее, вот там вот у нас, то есть, вот это северный полюс, да, пусть у нас вверху будет северный, да, вот мы смотрим отсюда на землю, вне экватора, да, и вот она как-то крутится. И вот если мы смотрим вот так сверху, получается, да, либо против часовой сделки, либо по часовой сделке. Как понять? Против. А? Против. Почему? В колени. Можно воспользоваться таким знанием. Ну, допустим, в людей, они просто из жизни. Из жизни, да. Ну, то же самое, часовые пояса, мы сейчас в Португалии, у нас на два часа меньше. Ну, а Москва находится, если понятать землю, в Португалии? Ну, да, давайте я тебе нарисую. Значит, вот наша земля, да, это земля. Вот мне, ну, предположим, что это шарик. Значит, вот у нас экватор, да, экватор, пошли меридианы. Значит, это меридианы, где находится Авея, да? А вот тут вот меридианы, где находится Москва. Да? Там и дальше еще какие-то города могут быть существуют. Тем более, кто их знает. Дальше еще, там еще. Вот. Итак, какой аргумент у нас? У нас меньше времени, чем в Москве. Да, да. Сейчас, в том числе, я... Сейчас пол первого, да? Ну, допустим, скажем. Ну, да, хорошо. Двенадцать-тридцать, примерно. Сколько в Москве? Два тридцать. Два тридцать, да. Уже два тридцать. То есть четырнадцать-тридцать. Да, о чем это говорит? Это говорит о том, что если вот сейчас у нас наблюдается, допустим, Солнце, вот, например, в Максимус, свое, как, кстати, это положение называют? Нет, это Зенит, это вот там, в сторону, вверху. Путь. Солнце там, солнце. Путь. 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 Это момент времени, да. Природный плод. Да. А точка, если у нас двигается вот, какая-то точка, не важно, на небе, вообще. На плоскости доски двигается точка, и вот мы дошли до самого вверха. Производная равна нулю. Это очень хорошо, да, конечно. Если я не ошибаюсь, это называется апогей. Да? А нижняя, это переги. Ну, это вот. Так вот, когда в аллеера Солнце бывает вот в этой максимальной точке, ну, допустим, примерно сейчас, 12-30, на самом деле, правда, примерно в 12-30 я вот смотрел, как-то вот. Ну, закат, восход, ну, давайте упростить вам все задачи. Вот, допустим, вот сейчас у нас Солнце находится в этом самом несчастном апогее. То есть, когда, вот здесь у нас природный ползин, да? То есть, ровно посередке между точками восхода и заката, да? Кстати, если мы посмотрим на плоскость горизонта и вот сюда вниз проецируем эту точку, где Солнце находится, у нас получится некое направление вот туда. Это направление куда? Восток. Потому что средний. В полдень. Где Солнце находится? Нет, это точка восхода, это заката. А, да. Да? То есть, вот, ну, скажи, вот там Солнце взошло, он пошел, гуляет, 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 он посел. А вот ровно посередке оно было в самом-самом верхнем положении. Вот то направление в плоскости горизонта, это какое? Это какая сторона света? Юга. Да, юга. Да, то есть, иными словами, мы смотрим то положение, тот момент времени, когда Солнце ровно на юге находится. Это и есть вот это самое положение апогея. Соответственно, в Москве, когда был этот самый природный полдень? Ну, оно плачется раньше тогда. Вот. То есть, получается, что? То, что земля закручена плачью. Земля плачьится, да. Вот она, вот, вот, то есть, вот, 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 вот этот меридиан, да, который через Москву проходит, он был, получается, два часа назад здесь. Да? Вроде так. То есть, выходит, вертится вот сюда. Но это нам помогло знание часовых поясов, да? Что сюда открутится. А можно ли без знания часовых поясов? Просто мы где-то вообще сидим на земле, вообще не знаем, что такое часовое. Можно посмотреть на воду. На что? Есть ванна. Когда вода уходит в канализацию, то в ней образуется воронка, которая... В северном полушайле в одну сторону крутится, да, в южную в другую сторону закручивается. Есть такой эффект, но, на самом деле, его очень сложно в воду заметить, потому что нужна очень-очень высокая точность. В ванной вы можете получить, на самом деле, довольно производный результат, да, потому что многое зависит от того, просто какие-то случайные движения воды, там руку запустили туда, и все, там уже пошло все нарушаться. То есть, чтобы это заметить, вот именно этот эффект, нужна очень высокая точность наблюдения. Бывает, значит, я слышал на экваторе, говорят, вот, вот здесь экватор проходит, вот у нас здесь планочка одна, а вот другая. Ну, смотрите, мы открываем пробки, здесь в эту сторону закручивается, а вот в эту сторону закручивается. И вот довольные туристы платят деньги за такую чуду, за доказательство того, что здесь вот именно экватор проходит, а на самом деле все. Это хороший метод, но еще раз, для него нужна очень высокая точность. Проще всего, просто смотрим на них, мы не знаем ничего про все эти силы Кориолиса, ничего, это мы не знаем ничего, мы не знаем физику. Мы смотрим на них, мы знаем только то, что Земля куда-то крутится. Посидеться, подождать 5 минут. Да, годится, но при этом нужно наблюдать. Звезды по кубам будут свои кем-то летят. Зачем, если Солнце есть? Солнце, не важно, ночью, днем, не важно, главное, чтобы не было ясно, да, если теми-то облаками, то будет плохо, конечно. Вот, а если мы видим что-то вот на небе, что вот, ну, вроде как прибито к нему, и оно двигается вместе с небом, да, вот, и мы видим, что оно двигается вот так вот, да, то есть, Солнце вот там встает, разный, и пошло гулять вот так, ну, или там, сверху, ну, с востока, вот сюда, через юг, назад, вот, то есть, небо вот так крутится, а осталось бы вот так крутится. То же самое, то есть, вообще даже не знаем. Хорошо. Итак, что у нас получается, смотрите, значит, земля вот так вот двигается, да, вокруг Солнца, и при этом вращается в ту же сторону, что и, значит, ну, вот, в том, вращается по уходу своего движения. То есть, это можно себе представить, как, вот тут есть, ну, скажем, более маленькая такая орбитка, по которой вот это вот колесо, гигантское, с центром Земли, катится. Понимаете? То есть, земля, она, она вращается, как мы выяснили, со скоростью примерно, значит, 1 оборот, сейчас, делает 1 оборот за 1 градус, да, в сутки, да, значит, 1 оборот вокруг своей оси делает за сутки, за сутки она проходит примерно 1 градус. То есть делает вот такой оборот за один градус. Как теперь понять? Вот давайте я нарисую здесь нашу орбиту, которая орбита. Вот эта орбита, по которой прибьется Земля. Здесь вот Солнце. А тут Земля прибьется. И значит, за сутки она делает, во-первых, полный оборот вокруг своей оси, во-вторых, она сдвигается в одну такую гуглу примерно в один градус. Одна в трехсот шестьдесят. На самом деле, 265. Делает полный оборот. Раз, сделала оборот. Также, если я хочу представить Землю в виде колеса. Какой радиус будет этого колеса? Ну, по отношению к колесу орбиты. Можно это понять или нет? Если полный оборот делается. Не важно размер Земли на самом деле. У нас некий обед вращается. Вот здесь. То есть, на самом деле, вопрос мой в том, как измерить радиус этого колеса, если нам известен радиус орбиты. Просто неважно. Просто модельная задача. Вот так можно. По ней двигается точка. Ну, не просто точка, а такая жирная точка. Так что мы очень можем говорить по ее собственному вращению. И вот нужно как-то ее расширить, эту точку, накормить ее, чтобы она стала колесом. Чтобы угловая скорость, чтобы скорость вращения этого пятнышка сохранялась, чтобы она была такой же. То есть, на один градус за движение центра этого пятнышка по вот этой большой окружности, чтобы это пятнышко, оно завершало полный оборот. Да? Можно ли понять, какой радиус будет этого колеса? Какие-нибудь идеи есть? Пусть и нет, ты угловая скорость и мега. То длина тонности – это два пиля. Так. Давайте даже считать, что это наша первая, скажем, единица. То есть, если будем просто мерить каких-то градусов, да? Длина – длина, ну, два пиля. Если мы будем про градусов, то один градус. Вот, ну что ж. Вот у нас здесь наше солнце, да? И вот тут мы сконструировали такой ободок жесткий. И отпускаем в этом ободку некое колесо. Оно катается. Вот его центр этого колеса. Такое вот странное колесо с центром земли. Катается по жесткому вот такому же ободочку. Просто вот катится колесо, да? Центр этого колеса. Он будет двигаться по вот такой вот такому жути, да? Вот для этого точка, в которой наше колесо сидит на этом воде, да? Она будет совершать очень интересное движение. Она, вот, как бы, если за ним посмотреть, она будет вот так вот. Раз, два, вот такие вот движения мы совершаем. Три. Ну, только как бы, в большую раздражу. Вот, как-то вот, если представите, просто глазами как он будет двигаться, да? Он будет срываться, убегает вот сюда вот. Когда эта точка противоположная сядет на нашу окружность, то есть будет как-то даже вот так вот. То вот, да, вообще будет двигаться, да? Чего-то такое будет происходить. Траектория хитрая. Эпициклор. И это похоже на сдачу водка, что просто по плоскому поводу у нас как-то катится колесо. Если он сюда двигается, то точка на ободе этого колеса, она описывает какую-то кривую. Если она катится, ну, то получается такая, если мы берем точку внутри колеса, вот здесь фиксируем, да, и будем на нее смотреть, там будет совсем другая траектория. Она будет какая-то вот, вот такая. А если вне колеса, ну, скажем, вот представьте себе, по рельсам едет поезд. У него есть внутренняя радость этого колеса, которым он сидит на рельсе. А есть еще такой внешний ободок, да? Которым он цепляется, чтобы не сойти с рельса. И вот эта штука, вот эта точка, она будет совсем другую траекторию обезут. То есть она будет, даже, знаете, она будет какая-то самопресечения сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Это все называется в разные виды цикловых. Их можно, я бы, конечно, описывать. Но сейчас у нас более простая задача. Вот у нас колесо катается по этому, по вот этому ободу, да? И хочется понять, что вот если полный оборот вот этого колеса осуществляется как раз ровно за... За сколько? 24. За сутки. То есть при этом центр смещается примерно на градус. Да? Можно ли вот... Если колесо вот такое здоровенное, то оно полный оборот вокруг своего центра. Видите, делает... Вот оно катится-катится. Вот сюда вот пришло, вот этой вот точкой, да? Ну, честно, не знаю. Больше, чем с 8 градусов получится. То есть на самом деле получается, что, ну, вроде как радиус этого колеса должен быть, ну, довольно маленький, да? То есть, смотрите, если себе более адекватно рисовать, да? Скажем, вот у нас ободон, по которому происходит движение нашего колеса. Раз, два, это вот 27 положение. Посмотрите, вот этот вот участочек, помните, здесь давайте его в красном свете назначим. Вот этот участок. Если вот эта вот точка, посмотрим за ее движением. Колесо, че провернулось, 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 и точка вот, 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 по этой вот штрихованной траектории, оп, и сюда вернулось. Раз, сюда вернулось. Красная длина и длина синей окруженности как связаны друг с другом? Равны. Да, они равны. Ведь просто получилось у нас так, что вот эта вот синяя окруженность и она вот так вся распласталась вот этой вот дуге. А тут у нас один градус. Да? И что же получается? Вот эта вот длина окруженности, а это что такое? Длина этой окруженности через малый радиус. Чему равна? 2R. 2R. У нас маленький ряд, да? Тут длина окруженности, если это R, маленькая. Длина окруженности, если здесь один градус, то есть это одна, например, 360-ка от всей... ПЕЗНО 880. ПЕЗНО 880. То есть 2R большого, у тебя видно, 360 градусов. Минус R. И хорошо. R минус 3, нажимаем. На 360-ка он удалит, да? Ну, это равно ПЕР на 180. Давайте сократим хорошо на 180. И так, вот, красная длина, с той стороны, ПЕР на 180. Надо еще хорошо вычесть R-матика. Да, надо. Надо. Но я не хочу. Ну, давайте, хорошо. Для аккуратности, чтобы не объяснять, почему я этого не хочу делать, давайте вычесть, хорошо. Потому что для... Если строго рассудить, это разумеется, ну, потому что радиус вот эта вот более маленькая окружность, это, конечно же, радиус большой, на которой центр нашего колеса находится, да? Минус вот этот радиус, собственно, да? Да. Итак, получается, вот эта вот длина, с одной стороны, это ПЕР на R минус R на 180, а с другой стороны, это 2R. Так, давайте приравняем. Что же получится? ПИР минус R на 180 равняется 2ПИР маленькая. Получается, R большой, минус R маленькая, равняется 360 чего? А? 360 Р маленькая. То есть R большой равняется 361 R маленькая, да? Но если бы мы хотели еще более строго рассуждать, то здесь нужно было бы не 360 на 365, потому что это же это количество дней в году. Но мне почему-то хочется, чтобы количество дней в году было равно количеству градусов. Вот, ну и получается, видите, тут 360-361, тут без разницы. Причем R маленькая, вот это вот, радиус этого колеса, получается примерно в 360 раз меньше, чем радиус нашей орбиты. Довольно маленькое колесо получилось, да? Вот такое вот колесико, вот такое вот, вот это крутится. А R маленькая, как R большому, оно примерно равно 1,360. Мы выяснили вот, что если взять Землю нашу, ну вот представить себе, что мы ее берем и, значит, приделываем к ней такие спицы, длинные-длинные, вот такого радиуса R маленькая, который расстояние до Солнца делит на 360. И вот на эти спицы натягиваем такой такой опыт, который будет делать из нашей Земли колесо. Вот видите, я вот даже нанесовал правильно. Получается такое колесо, у которого в серединке сидит наша Земля. И вот, буквально получается, что? Что это колесо, оно прям катится по некоторой окружности. Вот в буквальном смысле можете себе представить просто как колесо катается по этой окружности. А где же в этом колесе находится Луна? И верно ли, что она в ту же сторону крутится, что и колесо? Может быть, это не так? С какой скоростью он был? Вообще непонятно. Ну давайте теперь смотрим теперь на Луну. Можно ли понять, по наблюдению опять же неба, Земли? В какую сторону вокруг Земли крутится Луна? В ту же сторону, что и Земля крутится или нет? Это вопрос немножко более сложный, чем вот был первый, в какую сторону Земля крутится, да? Но тоже на него вполне можно ответить, если представляете себе, как меняются фазы Луны. Вот знаете же, бывает месяц вот такое, бывает вот такой месяц, да? Там, растущая и убывающая Луна, да? Вот давайте я, я всю и скажу, вот такой вот месяц, да? Это один, а вот такой вот, это другой месяц. Какой из них растет, а какой бывает? растет? растет ли мы лево или пара? Здесь похоже на кубку Р, поэтому Р осет, а тут С, поэтому спадает, но не очень удачно. Старит, да? Хорошо. Старит. А как будет по-португальски, если правило говорит? Ну, обычно играть крещенты. А, да, да, крещенты, это растущий лун, да? Это как мусский. Это же мусский крещен, да, да, да. А убывающая, стареющая? Это крещен. А, да, да, очень просто. Отлично. Посмотрите, мы знаем, что Луна двигается так вокруг Земли, что вот фаза меняется вот таким вот образом, да? То есть растет, означает, что вот вот освещенная часть Луны, ее все больше, 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 доходит до половинки, потом вот такая вот численно-допуглая, доходит до полнолуния, да? То есть давайте вот так изображим. То есть вот у нас Луна, вот, потом вот так вот, потом вообще вот так вот, значит тут у нас тень, да, это тень, потом тени мало, после полнолуния начинает вот это вот откидраться, да, ну и так далее, да? Ну и в конце такой проймоти месяца, да? То есть вот мы начнем с этой фазы Луны, а закончим с этой фазой Луны, как-то, да, несколько раз мы, бывало, сразу на дне обсуждали, как там вообще Луна вокруг Земли крутится, я обнаружил, что, ну, не так уж и редко встречается такое заблуждение, что вот эта вот затемненная часть Луны, да, вот это вот скажем, да, что это тень от Земли, что очевидно неверно, потому что вот как может быть тень, скажем, вот такой вот хитрый, вот это как-то очень странно, да, когда тень, вот такая тень от Земли, то как, что мы все должны идти, понятнее как, а на самом деле тень от Земли на Луне бывает, когда, да, когда бывают луны за днём, мы однажды, кстати, гуляем по какому-то городу, ходить, туда пешить, смотрим, ума закрывается, ума за днём, ну, неожиданно приятно, так вот, а за счет чего же фазоны меняются, что же там освещено, вот эта вот тема какая-то непонятная, что это такое, как это происходит, такое? А? Ну, Солнце, да, конечно, то есть, просто-напросто, скажем, если на этой картинке, да, вот где-то вот тут вот находится Луна, вот мы смотрим на неё и Землю, а вот там Солнце, ну, и понятно же, если идёт снов свет, со стороны Солнца, то вот эта вот задняя часть Луны, она не будет освещена, а передняя, которая смотрит на Солнце, она будет освещена. Луны, он наполовину освещен, а наполовину не освещен, то есть та сторона, которая смотрит, та сторона, которая смотрит на Солнце, она освещена, а там тень, так же, как и на Земле, собственно. А та, которая смотрит в противоположную сторону на Солнце, там ночь, лунная ночь. Вот. И что же получается? Мы же смотрим с Земли вот на Луну в самых разных положениях. Вот так и получается, что мы, скажем, когда Луна где-то вот в направлении Солнца, то там бывает даже Солнечный задний, он бывает, закрывает Луну, да, то есть, луна закрывает Солнце. И тогда, разумеется, ну, что мы там будем видеть, если вот так перед нами источник света, а тут вот Луна такая подходит и закрывает, но мы ничего не будем видеть. А вот только она черезходит сюда, опа, уже вот мы видим серый такой освещенный. Ну, собственно, я уже все сказал. В какую, получается, сторону двигается Луна, если вот это рождающаяся Луна, да, то есть фазы вот именно вот так растут со временем. Сегодня вот такая, завтра такая, после завтра такая. Да, дальше, как и нуля. Да, видите, вот здесь вот, если мы отсюда с серого смотрим, да, вот в том положении, в котором Луна близка к направлению на Солнце, у нас будет как раз новолуни. А потом она вот сюда вот так сдвигается, да, тоже получается против часа взденки, если сверху смотреть, да, сдвигается и с правой стороны показывается видимая часть. Вот она растет, 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 растет. Пока она вот досюда до этого момента не дойдет, здесь будет что у нас в противоположном? Какая фаза будет? луны. В момент, когда Луна по другую сторону от Земли. А лунная стемь? Ну, если мы видим Луну, какая будет фаза вот из этих нарисовок? То есть вот тут у нас есть источник света. Полнолуния? Да, конечно. Это будет именно полнолуния. И затмение луны бывает именно в полнолунии. Ну, разумеется, не во всяком полнолунии бывает затмение. Вот если бы, если бы Луна двигалась бы точно в плоскости армии Земли, тогда да, тогда каждое полнолуние где-то вот на Земле мы бы наблюдали это самое лунное затмение. Но поскольку орбита Луны при движении вокруг Земли она не совсем в плоскости орбиты Земли лежит, она чуть-чуть наклонена, вот там вот бывают разные самые разные положения могут быть в пределах человека. Но нужно сказать, что орбита Луны при движении вокруг Земли она хоть и отличается, хоть это она не лежит в плоскости в орбите Земли, это плоскость плоскость орбиты Луны довольно близка к плоскости орбиты Земли. Поэтому давайте вот сейчас для той сдачи, к которой сейчас хочу прийти, предположим, что все-таки Луна двигается вот прямо вот в плоскости орбиты Земли. То есть действительно вот в этом положении тогда получается Земля заслоняет Луну и получается где-то там в Семьи будет всегда наблюдаться в плодной затмении. Правильно же? Раз она входит в тень Земли, то где бы мы находились на Земле, если мы видим Луну, то мы видим ее затмевающуюся. А с этой стороны, когда она сюда подходит, она бы нам закрывала Солнце и было бы с помощью затмения. Итак, мы поняли, что Луна крутится вокруг Земли в том же направлении, что и наших колесов. И мы знаем, что радиус этого колеса он вот примерно в 360 раз меньше, чем радиус орбиты Земли. Кстати говоря, вот такое маленькое-маленькое такое отступление. Я все время говорю о радиус орбиты Земли, а мы же знаем, что планета вокруг Солнца двигается по каким? Элипсам. По элипсам, да. Но просто дело в том, что в случае Земли, например, этот элипс он очень похож на окружность. Радиус у нее, кстати говоря, сколько? Если я, если вы поймете, не изменяю, то, первое, радиус орбиты, это примерно 150 миллионов километров. Это мы однажды гостим неоднок. Это как раз я еще жил в том самом здании, откуда наблюдается 90 градусов на этом зимой. И мы такие, значит, он у меня гостил, значит, я, значит, можем или спать, я на одном месте, он на другом, чуть пониже. И такие, мы лежим, и понимаем, что Земля движется вот туда вот. Нам тут стало интересно, а с какой скоростью? Разумеется, лезть куда не хотелось, уже свет был на той причине, мы стали что-то рассуждать, а что мы помним? Мы не помнили радиус орбиты, мы мало чего помним. Мы помнили, скажем, скорость света, и что свет находит от Солнца до Земли за 8 чему-то, то ли секунд, то ли минуты, да? Вот. И вот основываясь просто вот на этих данных, даже на таких неточных, то ли того, то ли того, мы путем вот таких вычислений, наконец-то, ну так, минут через 10 рассуждений, мы пришли к тому, что 150 миллионов километров, примерно, потом умножим на 2 пик, на очередную окружность, да, и поняли, что мы двигаемся примерно со скоростью 30 километров в секунду. 30 километров в секунду. Вот мы сейчас, мы сейчас глянем, мучимся, вот, вот это колесо, да, вот его цена, он мучится, он мучится, ну как солнце, скоростью 30 километров в секунду. Даже какая-то фантастическая скорость. Мы при этом землякручиваем, а мы с ним не слетаем. Здоровье. Какую сторону крутится ситуация сама? Ох, хороший вопрос. Оно крутится в какую-то сторону. Я не знаю, в какую-то сторону. Крутится. Кеоретически так хуже там будет здесь? Есть куча примеров, ну, скажем, со спутниками планет, когда крутится и в эту сторону, и в эту сторону. Я имею в виду, что если все это продавалось на уровне. А, да, 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 да. Этот аргумент, да, разумеется, он в пользу того, что все в одну сторону будет не крутится, если все, так сказать, из одного облака. Но бывают всякие ситуации, когда спутники крутятся в другую сторону. Ну, а там просто планету перехватил конкурс. Бывает, что перехватят, бывает, это не по-другим причинам. Это новая новая причина. Вот, а так, я считаю, из общих соображений, если это, ну, да. по идее в ту же сторону. А как же теперь понять, где на этом колесе находится наша Луна? То есть за пределами этого колеса, внутри колеса, на ободе, где? Вот как теперь понять нам, тоже, исходя из каких-то вот наблюдений, да, на каком расстоянии от Земли находится Луна? Ну, опять же, если, ну, как бы, в долях вот этого большого радиуса, радиуса орбиты Земли, можно ли, как-то просто, глядя на небо, сосчитать отношение радиуса орбиты Луны, да, просто Луна, круг, сроком Земли, вот так вот и является, да, вот тут радиус возникает, еще один радиус, значит, есть R-мало, R-мало, это радиус колеса, да, R-большое, это радиус орбиты Земли, это расстояние до Солнца, а есть еще какая-нибудь, буковка, РО, да, а РО, это неизвестно, чему она равна, это расстояние до, до Луны, как нужно, сейчас, сейчас, это называется, как пример, лазерная мокация, действительно, слетали на Луну, там установили, установили, такой уголковый отражатель, то есть, скажем, да, да, это проявлено, мы знаем, так вот раз, вот так идет, и все это можно поменять, это легко сделать, но, если мы еще не умеем в космос летать, мы скажем, древние милии, короткая справка, да, пятна на экваторе, примерно за 24,5 земных суток, совершают полный оборот, ухто, условно, астрономы называют это сидирический период упрощения, который отличается от синодического периода, необходимого для того, чтобы пятно вернулось в основу Солнца при наблюдении Земли, это типа относительно звездки, это относительно... да, поскольку Земляр тоже вращается, но скорость вращения уменьшается по мере приближения к полюсам, так что на полюсах Солнце же не твердое. Период вращения может достигать 38 дней. Хуже того, хуже того, внутренние регионы и ядро вращаются как твердое тело, а внешние слои, конвективная зона и фотосферы, вращаются с разной скоростью. Да и Солнце это не вполне твердое лет, поэтому... Не вполне, да? Сейчас, я... Давай я... Аристарх... Аристарх... Есть такой же значительный визматик Протасов. Он для Ванда, поэтому Бог до в свое время написал статью. На самом деле, после вот этих вот лекций, очень заветую статью Протасов прочитать. Да, тоже с этим, конечно, Протасов. А мне тут интересно, вам сейчас написать к этим фамилиям Протасов, кажется, пройдет там какое-то время, и он тоже станет таким же трепким учетом. Но уже негреком. Ты уже знаете, просто успеваешь. Хотя фамилия Протасов, потому что она... Итак, вот мы наблюдаем Землю, да? Как же нам измерить расстояние до Луны, хотя бы, ну, в термине хоть чего-нибудь, да? То есть, либо найти отношение этого расстояния к радиусу Земли, хотя бы, или к этому радиусу, то есть, наши орбиты, которые встают до Солнца. Хоть как-нибудь связать до Солнца. Не знаю, но хоть как-нибудь вот связать так. Да. Ну, смотрите, берем два города и смотрим в одно и то же время на одном медиане, где Луна. И, значит, считаем треугольник. Да? если мы находимся где-то на Земле, и вот там, где-то Луна находится, мы берем точку здесь, точку здесь, знаем это расстояние примерно, считаем угол один, считаем угол другой, да? И все. Можем теперь действительно определить. Да! Это вариант. Вариант. Можно пробовать еще? М? Можно пробовать с лучшим за отменем. Как с лучшим за отменем? Ну, ведь, если мы будем старять, то луч, то фактически свет будет идти не изначально от солнца, то есть лосьбь, и не отменем, а от Луны. Только вот. Вот, когда они пойдут, после того, как она отозревает Солнце, они будут идти от Луны уже. Ну, чуть за ней, но он, фактически от нее. Можем измерить время тоже и понять расстояние. Как? Луна... Закрыла Солнце. Закрыла Солнце, да. Нам ничего не видно. Да. И вот, те лучи, которые идут, они идут ровно до Луны, так? Да. И когда она открывает, то они продолжают идти, но от Луны. Да. Понятно, да. И стало быть, ну, это опять же, нужно понимать про скорость света что-нибудь, да? Да. Да, это уже неприятное знание про скорость света. Но это можно узнать. Да, можно. Но у греков его не было. Значит, вот эти вот подчерки, что сделали? Они стерны с ними довольно вот такие изящные вещи. Вот смотрите. Значит, что сделал Аристарх? Это третий вид до нашей эры, гепархит второй вид до нашей эры. Аристарх, да, они понимали, что Луна, что фаза Луны меняется, потому что это шарик, который освещается солнцем, да? Вот. И что он двигается вокруг Земли, да? Там, неважно, там они считали, что Земля является центром мироздания или солнца, это не так важно. Если мы привязываем систему отчета к Земле непосредственно, то все практически верится вокруг Земли. И, значит, что он сделал? Он, вот, посмотрите, вот фаза Луны, которая тут ровно половинка Луны, да? Вот эта фаза, да? Что означает, что фаза Луны именно такая? Это означает, что Солнце, вот так сойдет на Луну, да? И направление на Солнце, оно же перпендикулярно вот этому разделу, да? То есть этот раздел, это просто, ну, почти что половинка, ну, то есть плоскость, которая почти что-то через центр проходит. На самом деле, чуть-чуть дальше возлазит, ну, почти что-то почти что-то через центр проходит. Поэтому с ног Света от Солнца, он идет перпендикулярно вот этой вот плоскости разреза на день и ночь на Луну. Вот. Если мы смотрим с Земли и видим вот такую вот Луну, мы понимаем, что угол между нашим, между направлением нашего взгляда на Луну и направлением на Солнце, если смотреть с Луны, эти два направления, они эргентикулярны. Получается прямой уголин-тревольник. То есть, что за прямой уголин-тревольник? Значит, вот тут Луна вот в такой вот фазе, да? Вот тема, да? здесь получается направлением на Солнце. Вот так вот от лучи света, да? Тут у нас Земля, тут прямой угол, прямой угол. И если мы сможем в этот момент измерить угол вот такой между направлением на Луну и на Солнце, да? То окажется, что, ну, ну, что мы сможем сосчитать, вот опять же, из треугольника, да, мы сможем найти отношение, по крайней мере, вот этого Кати, так и таки потянуть. Да? Вот таки мы потянули. В прямой уголин-треугольнике эти две, эти два отрезка казаться Кати, а это же потянуть. Измерил, у него получилось где-то там, где-то 87 градусов. У него получилось примерно 87 градусов. Из чего он сосчитал 200 треугольник? У него получилось, что расстояние Ро, а это расстояние Карбашот, да, до Солнца, а это до Земли. У него получилось, что расстояние до Луны относится к расстоянию до Солнца примерно как 1 к 19. То есть, если бы это было правдой, получается, что Луна находится гораздо дальше, чем обод нашего колеса. У нас отношение вот такое, то есть, терма этого колеса это очень маленькая величина по отношению к расстоянию до Солнца. А тут получается, то есть, тут примерно 1,260, то примерно 1,260, то 1,260 гораздо больше. 1,260 гораздо больше, чем 1,260. Но этот способ измерения, он на самом деле очень грубый, потому что угол-то можно довольно точно померить между направлениями, это можно сделать, но вот поймать фазу равнополовинки это уже сложно. То есть, там малейшая погрешность, она сильно увеличивается здесь. Если Луна хоть чуть-чуть здесь сдвигается, то это сильно влияет нашим итогам. И, в общем, он ошибся, Арест Арксановский, ну, примерно раза в 20. Вот. То есть, на самом деле, на самом деле, расстояние до Луны относится к расстоянию до Солнца примерно как 1,4. То есть, на самом деле, вот этот радиус Ро-маленькая, это чуть-чуть меньше, чем Ро-маленькая. Ро-чуть меньше, чем Ро-р. Видите, здесь 1,360 и 1,4. То есть, на самом деле, Луна она вот близка к границе этого колеса, почти, она на области сидит. Но, правда, нужно сказать, что тут так же, как вот, солнце было сказано, что с разной скоростью крутится ядро, поверхность, у полюсов, да, здесь так же получается. у нас конструкция далеко не жесткая, да, то есть, это наше колесо, оно совершает полный оборот примерно за сутки, потому что Земля, а Луна запаздывает, она совершает полный оборот примерно за 28 суток, поэтому колесо комочится, но эта вот точка на нем, она как бы запаздывает движение этого колеса. Вот, а что сделал и Барх, и Барх тоже интересную вещь сделал. Он связал, он связал расстояние до Луны с радиусом Земли. После этого возникает вопрос как здесь, так и там. Здесь, как пишутся, расстояние до Солнца, тоже непонятно, вообще-то. И так, в общем-то, как его сосчитать ими только каким-нибудь древним веческим строймом, это довольно сложно. Так вот, что сделал и Барх? А его рассуждение нам иногда зародилось в Земле, а это уже можно сделать. И это вот, это свет. Значит, что сделал Гепард? Нечетон, вот, значит, у нас Земля. Тут вот Солнце идет там, да? Из него идут лучи, света и добра. И они встречают Землю, ну и, понятное дело, там, значит, вот, у Земли тень возникает вот такая вот. Понятно, да, если мы, поскольку Солнце гораздо больше, чем Земля, да, там будет вот такой вот бонус идти, то есть вот в этой зоне, если мы будем находиться в этой зоне, Земля будет бонус закрывать Солнце, то есть получается такая коническая тень. Вот. и когда Луна входит вот сюда вот, в эту тень, мы кое-что можем на Луне же, на Луне, пронаблюдать. А что мы можем пронаблюдать? вот мы смотрим с Земли на Луну. Вот. Землю на Луну. Вот так мы смотрим. И мы видим тень Земли на Луне. Вот я изображу Луну, которую вы видите, Землю. Да? Вот в этом направлении смотрим. Вот, вот в этом направлении. И находит на нее постепенно тень Земли. Находит, 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 да? Сейчас. Правильно? Става, или столь. Если Луна входит в тень Земли, она же двигается вот так, вот и знает, она вот так и говорит, то есть тень будет налазить на Луну отсюда. Вот так. Неправильное слово. Вот. Но, как бы то ни было, вот смотрите, мы видим на небе окружность Луны и видим вот такую другую тень. Но другая тень это что такое? Это же, это же, ну, если продолжим, получится какая-то такая окружность, да? Так, ладно, что-то написано на окружность. который имеет там свой район. Здесь свой район, здесь свой район. И можно, в принципе, если аккуратненько все воспроизвести, там, на бумажке, например, аккуратненько все, да, сфотографировать, ну, какой-нибудь там, древневеческий, топора, и аккуратно все исследовать, можно посчитать отношение телу к радиусу. Этого радиуса, и в этом радиусу. А что это за радиус? Это тень Земли. Разве они не должны быть премьерных размеров с ними? Вообще. У тебя должно быть примерно одинаковое? Почему? Вот если мы смотрим, эта тень, она, ну, раза в три, в четыре больше, чем размер луны. Вот мы смотрим, вот это вот теневое пятно от Земли, оно, вот этот радиус, да, он раза в три, в четыре больше. Там даже, сколько получается, три в семь, да, или два, если. Ну, короче, около трех. Около трех. Так как же связан этот радиус, эта тень, с радиусом Земли? Если мы знаем, например, из вот этого рассуждения, что на самом деле даже если вот эта оценка верна, если расстояние до луны всего лишь в вас раз меньше, чем до солнца, но все равно на самом деле по любым этим соображениям получается, что луна гораздо ближе к теме, чем солнце. Ну, может быть, это размер солнца и примерные. Мы не знаем, как солнце. Вот, мы смотрим на эту тень. Мой вопрос, как связана тень от Земли с радиусом Земли? на это сечение конуса. Давайте даже себе упростим задачу. Вот здесь я конус нарисовал. Это, конечно, здорово, это правда, действительно, разумнее всего конус рисовать. но для наших целей можно поступить проще, поскольку солнце очень далеко. Давайте представим себе, что у нас здесь просто такой цилиндр идет. Этот конус очень такой, он очень длинный, поэтому вот так это и в основании, там далеко и в вершину, и вот он очень-очень-очень медленно сужается, поэтому проявлено от Земли образуется такое нечто похожее на цилиндр, хотя все-таки сужающееся. И вот у нас сюда заходит, и мы видим вот это вот. Вот этот радиус диаметр, как он такой, это вот диаметр. Это у меня есть. Диаметр Земли. Надо же. Так что получается, если мы просто смотрим на диск Луны и на тень, которая образуется на Луне от Земли, все мы видим реальный мы видим реальные размеры Земли, соотнесенные с размером Луны. И все, отсюда мы считаем, там чуть-чуть получается, что радиус Земли, он, например, в 3-4 раза больше, чем радиус Луны. Мы знаем отношение радиуса Земли и радиуса Луны, а мы хотели расстояние найти. Чего нам здесь не хватает? Мы знаем вот я вот этой картинке начну. Опа! Ума ушла сюда. Ну вот у нас, скажем, вот это расстояние. Это диаметр Земли, это диаметр Луны. Мы знаем это отношение. Да? Мы знаем это отношение. Но это отношение может сохраняться где бы у Луны ни была. Здесь или здесь или здесь. Она может расстояние. А как же нам теперь чего нам здесь хватает? Подсказка. Если Луна будет вот тут она видна с Земли вот 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 если будет очень далеко то под очень маленький Луна будет видна. А у нас угол на небе он в смысле угол под который видна луна он фиксирует. это 15 что это 15 минут это угол 15 минут то есть 1 4 градуса в градусе 60 градуса то есть четверть градуса итак смотрите мы знаем вот это отношение этого к этому и мы знаем угол под которым это все видно все отсюда можно опять же посчитать треугольник и найти расстояние то есть отношение вот этого расстояния к диаметру земли и получится я деталь не буду выставить потому что расплоднуть как это сделать и получается отсюда получается отношение расстояние до Луны через радиус земли и если бы мы знали радиус земли то все мы уже могли найти прямо даже в километрах расстоянии дубны как же нам найти радиус земли и тут нам помогает эратосфера кто слышал словосочетание решетон эратосфена о хорошо это такая штука который некоторым образом это некий процесс который отсеивает составные числа там скажем сначала вычеркиваю из натурального варианта все черные потом все кратные все которые делятся на 3 потом на 5 и так далее и вот этот процесс он называется решетон эратосфена который этот подход на самом деле потом в последующие века точнее даже в последние пару веков он получил некоторое серьезное развитие и в общем это один из таких довольно серьезных методов в теории чисел даже я бы сказал в аналитической теории чисел да вот он серьезно хорошо сложный метод и он вырос очень простого принципа который называется решетон эратосфена так вот эратосфен не только этим известен он еще известен тем что он умудрился вычислить причем довольно точно радиус земли и то как он это сделал это было очень красиво как мы поступим в Египте заметили такую штуку египет такая довольно обширная территория у него египет там мин течет вот так мин течет здесь находится не помню в гости где-то Александрия находится Александрия а тут где-то сильно южнее находится он называется Асуан там еще латино есть Асуан такой город раньше он иначе назывался вот ну там такое довольно большое расстояние от этого Асуана до Александрии что заметили египтяне вот там же люди везде живут им хочется пить у них есть колодцы они глубокие эти колодцы и они заметили что уже мы в прошлый раз говорили 22 июня 21 21 смутку 21 июня пусть будет 21 день летнего солнцестояния когда день самый длинный они заметили что в этот день колодцы в Асуане они просвечиваются солнцем до самого дна то есть первыми словами солнце оказывается то есть в полдень в природу солнце вот реально то есть колодец он просвечивается до самого дна солнца а в Александрии нет ну как это под углом идет вот удивительное наблюдение вроде бы а какая из-за где мы находимся солнце наверху наверху светит тут вот до самого дна а тут нет и вот Ротосфену придумал сделать вот такую штуку в основном эти наблюдения да то есть он понял что здесь солнце находится прямо в зените то есть в направлении строго перпендикулярно плоскости горизонта касательно плоскости к земле вот вот этой точки а тут нет и он вот значит вот берем плоскость земли у нас колодец он взял не колодец а просто такой отвес вертикальный такую длинную балочку отвес как у нас вот то есть отмерил направление перпендикулярно плоскости горизонта и посмотрел на тень посмотрел на тень тень померил этот угол а дальше что значит у нас есть значит это в Александрии а вот тут на суа и здесь на суа у нас солнце падает прямо перпендикулярно к земле ну что получается да у нас вот вот там солнце где-то видите вот это направление оно просто втыкается в солнце вот это а тут не это направление а вот это направление втыкается в солнце и вот такой вот уголочек между направлением на солнце и вертикальным отвесом он уже винистcolored этому уголочку тревольник и 저оподоб facts да ну и все если мы знаем расстояние от Александрии до асуана вот это расстояние мы знаем Катят эту прямоугольную треугольную, ну тут, к примеру, не важно, не знаю сколько. Наша земля, вот здесь находится Александрия, вот тут находится Асуат, вот тут у нас направление, которое перпендикулярно касательной полоскости, вот тут у нас центр Земли. Вот тут вот у нас направление из центра Земли в Александрии, то есть вот это у нас вертикальный отрез здесь, где у нас солнце вот так вот, да, то есть оно вот в том направлении, на самом деле так плохо будет, получится, да, и так рисуем прямую, которая параллельно вот этому, да, вот у нас уголочек. Но если мы здесь измерили вот такое вот, значит вот, это у нас теми, вот теми, вот уголочек, этот уголочек равен этому уголку, правильно? Ну или можно даже, все они равны, вот этот равен этому, равен этому, вот этому. Вот правильно, а то я вас обману, зачем-то. Вот у нас центр Земли, вот направление на Солнце, которое перпендикулярно плоскости горизонта в Суаре, вот, вот направление на Солнце из Александрии, которое вот параллельно этому, да, но отвес вертикальный, то есть перпендикулярно прямая к плоскости горизонта, она проходит через центр Земли, и она расположена под вот этим уголком к направлению на Солнце, которое, собственно, имеется частей. Вот, значит, эрадосфера, это именно этот уголок. Теперь, теперь мы знаем вот это расстояние, да, и знаем, что это расстояние, длина дуги, соответствует вот такому вот уголочку, вот уголок, а вот длина дуги. И вот теперь уже можно, да, мы же знаем, вот обсчитаем, да, если вот здесь, вот как мы здесь посчитали длину дуги, мы знаем, что вся окружность, это 2бр, да, а если здесь у нас был, там, скажем, 1 градус, то есть 1,360, берем радиус, умножаем на 2 и делим на вот, на эту дугу, да, и здесь мы делаем то же самое, только здесь нам радиус был известен, а мы нашли дугу, а можно, наоборот, зная дугу найти радиус, если дугу известен, то же самое, вот. То есть, зная длину этой дуги и этот уголочек, мы просто находим радиус, радиус Земли. Вот. Теперь возвращаемся. Итак, эратосфера дал величину радиуса Земли, причем довольно точно. Вот я зачем-то заговорил сюда, расстояние до Солнца. Гепарх, вот из этого соображения нашел отношение расстояния до Луны к радиусу Земли. Перемножил, что надо, и получил расстояние до Луны. И оно получилось, оно получилось. Если вы хотите вот доли, доли расстояния до Солнца перевести в него, довольно точно, довольно точно вот к этому значению получилось, да. Меньше у него вышло, но все равно очень близко получилось к тому, что мы имеем на самом деле. Вот. Итак, мы все уже знаем, все, что хотели здесь, знаем про это движение.